Приветствую вас, друзья! В связи с большими потерями оккупантов в ствольной артиллерии, они начали снимать с хранения и отправлять в Украину устаревшие противотанковые пушки. Так, на крымских дорогах были замечены древние пушки Т-12, принятые на вооружении в начале 50-х годов прошлого века. Т-12 – это 100-мм гладкоствольная противотанковая пушка, разработанная еще при Сталине. Она была принята на вооружение в 1953 году и на то время считалась достаточно мощной. Ствол и лафет для нее был взят с 85-мм пушки Д-48, а та в свою очередь была разработана на базе древней Д-44. В Т-12 увеличили диаметр ствола и изменили дульный тормоз. Пушка в основном используется для стрельбы по танкам прямой наводкой. При этом прицельная дальность стрельбы составляет всего 2000 метров для подкалиберных боеприпасов и 1000 метров для кумулятивных снарядов. Также есть и осколочно-фугасные снаряды. Что касается бронепробития, то оно составляет всего 215 мм на дистанции в один километр для подкалиберных боеприпасов. Для понимания, у танка Леопард-2 лобовая броня защищает от подкалиберного боеприпаса с бронепробитием 400 мм. Примерно так же и у Абрамса. А у Челленджер-2 лобовая броня составляет 700 мм. К тому же 1-2 километра это очень маленькая дистанция и расчет пушки будет сразу же обнаружен и уничтожен. Ведь у него нет никакой защиты и он малоподвижен. Кроме Т-12 оккупанты снимают и более новые противотанковые пушки МТ-12, разработанные в 60-х годах прошлого века. МТ-12 это модернизированная Т-12, для которой был изготовлен новый лафет. Всего на России по состоянию на 2016 год насчитывалось около 2500 Т-12 и МТ-12. Кроме боевых потерь на фронте в результате контрбатарейной борьбы и атак дронов, оккупанты столкнулись с частым разрывом стволов на пушках и гаубицах. Это вызвано как износом ствола, так и коррозией, деформацией и всевозможной грязью в стволе. Причиной разрыва ствола также может быть использование непригодных для стрельбы боеприпасов, срок годности которых истек. Только за прошлый месяц украинская армия уничтожила 290 единиц ствольной артиллерии врага, а с марта прошлого года было уничтожено более 2000 единиц ствольной артиллерии расистов. При этом ВПК РФ не способен производить даже 10% от такого количества. Если год и полгода назад они снимали с консервации более-менее пригодные к применению пушки и гаубицы, то сейчас в ход идет то, что осталось на базах хранения. То же самое касается и боеприпасов. Поэтому расистские артиллеристы играют в русскую рулетку. Только вместо одного патрона в барабане, в их случае в барабане лишь одно пустое место. Конечно и МТ-12 и Т-12 это пушки и они стреляют. Рашисты готовятся к обороне и везут все, чем можно хоть как-то попытаться остановить танковый кулак ВСУ, который будет использоваться при грядущем контрнаступлении. Но сам факт использования этого антиквариата в сочетании с БТР-50, БРДМ и Т-55 говорит о серьезных проблемах рашистской армии. «МТ-12 годы», «1,5 годы». «МТ-12 годы» Субтитры сделал DimaTorzok